Шех Ризат? Ты плакала? Да, во сне. Ты видела плохой сон? Нет, прекрасный сон. И ты плакала, потому что видела прекрасный сон, так? Ты же знаешь, я не выдержу твоих слез. Девушки отдыхают. В районе вашего холдинга. Я подумал, может, можно будет зайти к тебе. Если у тебя будет время, конечно. О чем вы говорите, приходите. Хорошо. Через два часа я буду там. Хорошо. Я буду вас ждать. Доброе утро, доброе утро, госпожа Шех Ризат. К нам стало поступать много предложений от культурных объединений. Да, скоро мы станем государственной фирмой, которая будет отвечать за культурные проекты. Точно, дядя Елчин. Доброе утро, доброе утро. Извините, я задержалась. Ничего, мы еще не начинали. Мы просто разговаривали, хотим приступить к важной работе вместе со строительной компанией «Селик». Это очень важный проект, в котором нас поддерживает ЮНЕСКО. Что это за проект? Господин Кирим, вы нас заинтриговали. Восстановление старых домов в районе Кали, в Бергаме. Отлично. Я хорошо знаю это место. Я была там, когда мой друг организовал конгресс психологов. Будет правильно, если сначала все там осмотреть. Ты поедешь туда? Конечно, поеду. Думаешь, я упущу такую возможность? Я с удовольствием стану вашим проводником, господин Кирим. Я хорошо знаю те места. Мы выезжаем утром. Я еду с Бану. Утешествие – это хорошо. Дядя Ялчин, поедемте с нами. Нет, сынок, я вам буду только мешать. Путешествие – это дело молодых. Надо выехать рано утром, чтобы днем осмотреть район. Хорошо. Госпожа Шихризат, пришел господин Бурхан Евлияуглы. Шихризат Евлияуглы? Да. Хорошо, вы можете оставить машину на стоянке. Спасибо. Ты правда не знала, что вы едете в Бергаму? Правда, я не знала, сама удивилась. Значит, господин Кирим сделал себе сюрприз. Вы хорошо проведете выходные дни. Перестань. Только вот мне Зейнев совсем не нравится. Мне тоже. Ты заметила, как ей хотелось стать проводником? Она открыто заигрывает с господином Киримом. Мне не нравится даже то, что эта женщина бывает в этом здании. По-моему, господин Кирим это тоже не одобряет. Алло. Не поняла. Бурхан Евлияуглы? Пришел? Скажи, что я его жду. Это твой бывший свекор? Хорошо. Госпожа Шехризат ждет его. Ты знала, что он придет? Да, он предупредил меня. Шехризат, как же так? Почему ты согласилась встретиться с ним? А что мне делать? Он понял свою ошибку и попросил прощения. Ты такая добродушная, я бы никогда не простила. Как мне не простить, он ведь дедушка Каана. Как я могу заставить своего сына отказаться от дедушки? Ты очень добродушная. Куда ты? Меня ждет дядя Елчин. До свидания, удачи. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Проходите. Прошу. Я тебя побеспокоил, дочка? Ничего. О чем вы говорите? Хорошо, что вы пришли. Это очень большая организация. Большое здание. Да, оно было построено в 1972 году от сами нынешних руководителей. Это их фотографии вывешены на входе. Да, Мокси Нахсал и Эйюб Энжиоглэ. Их сыновья продолжают дело? Да. Хорошо. Какие хорошие сыновья. Каким самолетом вы прилетели? Я вылетела в семь часов по парижскому времени. Тетя, почему не сказали? Я бы встретил вас. Дорогой мой, я ведь уже сказала. Я приехала без предупреждения, чтобы обрадовать вас. А если бы предупредила о своем визите, было бы уже неинтересно. Хорошо, что вы приехали, мы скучали. Я тоже. Вчера мы с тетей Беген вспоминали вас. Я подумал, о чем так скучать, лучше к ним съездить и увидеть их. Правильно сделала, тетя. Дорогой мой, какая красота. Это отец покупал? Это я не тебе. Итак, рассказывай. Как ты? Как твоя жизнь? Все хорошо. Отлично. Отлично? Ты не просто так говоришь, значит, это так и есть. Я ведь сказал, что все хорошо. Теперь его нужно упраживать, чтобы он рассказал. Какие новости, Пириде? Прошу. Я приготовила бы кофе по-турецки, но... Ничего страшного. Этот лучше. Какой аромат. На здоровье. Мы дома тоже стали пить такой кофе. Времена изменились. Шихризат, дочка. Я вас слушаю. Сегодня я пришел просить прощения за Али Кемаля. Али Кемаль и сам извинится. Это другое. Госпожа Надиде мне все рассказала. Досадно. Я не оправдываю Али Кемаля. Но самую большую ошибку совершил я. Когда Ахмед погиб, Али Кемаль находился под моим влиянием. Господин Бурхан. Я обо всем уже забыла. Не надо ворошить прошлое. Спасибо, дочка. Твое благородство заставляет людей стыдиться. Спасибо. На самом деле. Если вы завтра свободны, мы бы очень рады были, если вы с Кааном пришли к нам. Большую часть своей жизни я уже прожил. Мне мало осталось. Теперь у меня осталось только одно желание. Я хотел бы видеть, как Каан бегает и играет в доме своего деда. Вы придете? Извините, я зайду позже. Нет, господин Анур, проходите. Я вас познакомлю. Господин Бурхан. Бурхан Евлияуглы. Господин Анур один из руководителей нашего холдинга. Рад знакомству, господин. Я тоже рад. Добро пожаловать. Спасибо. Я вас слушаю, господин Анур. Я хотел узнать по поводу конгресс-хола. С вашего позволения, я пойду. Нет, нет, оставайтесь. Это не срочно. Я зайду позже. До свидания. До свидания. Госпожа Хулия ушла из меня, Мелик. Я ее давно не видел. Похоже, что ушла господин Зафер. Почему? Не знаю, по-моему, она беременна. Поздравляю. Она еще хочет поработать, но пока отдыхает. Когда будет уходить, сообщи мне. Отправлю в Биняб хорошего специалиста. Ты найдешь с ним общий язык. Он будет хорошим руководителем. Это личное дело Бинябзине. Не забывай о том, что мы просто работаем в совместном проекте. Мы не вправе вмешиваться. И потом. Мелик не нужен руководитель. Она хорошо знает свою работу. Спасибо. Извините. Слушаю. Сколько лет ты жила в Лондоне? Пять лет. Но я не закончила учебу. Значит, не оценила. Да, когда ты в Лондоне отвлекаешься. Это правда. Почему ты не закончила учебу? Не знаю. Так получилось. Как-нибудь поедешь и закончишь, да? Кто знает. Наверное, трудно уезжать из хорошего места. Возможно, так. Завтра я отправлю за вами машину. Нет, не беспокойтесь. У меня есть служебная машина. Хорошая работа, значит, они умеют ценить людей. Кан будет рад увидеть бабушку. Хорошо, дочка. Не буду тебе мешать. Хорошо. Передайте всем привет. Хорошо. Я хотел, чтобы мы вместе просмотрели расчеты по квадратуре Конгресс-холла. Но это не срочно. Ты хотела мне что-то сказать? Ты не обязана отчитываться передо мной, Шегризат. Онор, послушай. Да? У меня из родственников никого нет, кроме пожилой тети. И братьев нет. Я не хочу, чтобы у Каана была только мать. Потому что, если со мной что-нибудь случится, Шегризат, ты думаешь о глупостях. Я хочу, чтобы он знал бабушку и дедушку. Хочу, чтобы у него была родня. Конечно, я понимаю. Только ты забываешь о том, что... Ты теперь не одна. У вас есть я. Мама, посмотри, это Синбад, о котором говорил дядя Онур. Да, сынок. Продолжение посмотришь завтра. Давай, тебе пора спать. Нет. Давай, давай. Пойдем. Ты должен выспаться завтра. Мы пойдем к бабушке и дедушке. Хорошо? Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хороших тебе снов. Хороших тебе снов. Завтра бабушка с дедушкой будут очень рады видеть Каана. Они очень обрадуются. Наверное, это господин Онур. Нет. Это опять этот ненормальный. Фотограф? Он опять что-то написал. Что он пишет? Аллах дал тебе эту красоту, чтобы ею любовались все, а не только твои близкие. Что он хочет этим сказать? Он хочет открыть выставку, используя мои фотографии. Ты ведь не согласилась? Да, я не дала своего согласия. Но он никак не успокоится с сестра Мехребан. Как мне от него избавиться? Шихризат! Ради всего святого, открой! Открой, Шихризат! Что случилось? Успокойся! Он опять тебя бил? Шихризат, не впускай его, прошу. Хорошо, не бойся, я его не впущу. Фиген! Выходи! Убирайся, я вызову полицию. Она моя жена, никто не имеет права вмешиваться. Открой дверь. Алло, это полиция? Я хочу подать жалобу. Жан-сель, ну хватит. Ты так и будешь плакать. Ты же сама говорила, что однажды он вернется к себе домой. Но в этот раз было так тяжело. С женатыми мужчинами так и бывает. Не страдай зря. Не говори так. Я правда люблю Али Кемаля. Как подумай о том, что он ушел, хочется сближать от всего. Тогда наберись терпения и жди, дорогая. Может, еще вернется. Правда, вспомни, вы и раньше расставались. Но он ведь возвращался. Он не может без тебя. Нет, на этот раз все кончено. Не обижайся, но ты тоже виновата. Если бы ты сказала, чтобы он развелся с женщиной и женился на тебе, он бы это сделал. У него ведь трое детей. Трое. Младшая только родилась. Нужно быть настолько бессердечной, чтобы заставить его бросить детей и жениться на мне. Тогда ты прольешь еще немало слез. А что мне остается? Мы влюбленные, которые никогда не будут вместе. Это невозможно. Все кончено. В этом году погода в Париже такая хорошая. Почему вы не приехали на Новый год? Не было удобного случая, но в этом году мы обязательно приедем. Приехала полиция. Шех Ризат. Это не тот человек, за которого я выходила замуж. Страшно. Очень страшно. Хорошо, все. Хватит, не переживай. Все прошло. Опозорились перед всеми. Не плачь, сестренка. Здесь нет твоей вины. Слушаю вас. Серкан Шензос? Да. Что-то случилось? На вас поступила жалоба. Какая жалоба, господин полицейский? Я спокойно сижу дома. Вы избили свою жену? Ложь. Я ее пальцем не тронул. Это правда. Серьезно, я не трогал ее. Тогда где ваша жена? Господин полицейский, его жена у меня дома. Она ранена. Он ее сильно избил. Она лжет. Лжет. Она лжет, обвиняясь в меня. Я ничего такого не делал. Не верьте ей. Я ее не избивал. Его жена у вас дома? Да, внизу. Она будет писать жалобу? Конечно. Тогда сначала ей нужно получить медицинскую справку. Потом будем дальше действовать. Хорошо. Ну, гражданин, пойдемте. Господин полицейский, я ничего не сделал. Я был удивлен. Такое большое здание, охранно-служащий, там есть все. Все сияет, как зеркало. И это, господин Бурхан, холдинге Биня, в котором работает госпожа Жигвизат. Я будто побывал в Америке. Дедушка, а ты ездил в Америку? Нет, дочка, я только в кино видел. Госпожу Жигвизат очень уважают. Ей даже выделили служебную машину. Как замечательно. Да, хранит ее Аллах. Как бы не сглазить. Какие дети у этих людей? Продолжает их начало. Если бы был жив Ахмед. Дочка, ешьте, чего вы ждете? Завтра придет Каан. Вы познакомитесь со своим младшим братом. Вместе будете играть. Да, будем играть, бабушка. Доброе утро, дорогой, доброе утро. Итак, ты распланировал маршрут? Конечно, я распланировала каждую минуту. И как мы поедем? Через Чанакали или из Бурсы? В Бурсе мы сядем на паром и переплывем море. Идай же до города Ялы, в селении мы позавтракаем. А обед? Пообедаем в балыке Сири. Если тебе удобно. Конечно. Не будем торопиться, по дороге осмотрим все. Я буду фотографировать заодно. До свидания, Аннушка, до свидания. Пиши письма, звони, мы будем скучать по тебе. Я буду писать. Счастливого пути. До свидания, дочка. Будь счастлива. Спасибо, госпожа Надиде. Спасибо. Ты все взяла, паспорт, ты ничего не забыла? Взяла, господин Бурхан. До свидания. Вы так много сделали для меня. Спасибо. Какой симпатичный мальчик, господин Аннур. Как мне его постричь? Не знаю, давайте спросим у Кана. Каан, как тебя постричь? Немного укоротить? Да. Тебя зовут Каан? Да. Я очень рад, Каан. Меня зовут Суат. Я тоже очень рад. Каан, ваш родственник, господин Аннур? Да. Он мой сын. Очень холодная вода. Подожди, подожди, не двигайся. Так лучше? А если так? Не балуйся. Прекрасно. Я не знал, что у тебя есть талант. Я даже открывала выставку, правда. Но только дома, для себя. Перестань, у тебя холодные руки. Я хочу их согреть. У меня лицо горит? Знаю. Идем. Давай сядем здесь. Давай сядем здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуй! Бабушка! Дорогой! Добро пожаловать, дочка! Мама, посмотри, какой он симпатичный! Добро пожаловать, дочка! Здравствуйте! Здравствуй, дорогая! Добро пожаловать! Здравствуйте! Проходите в дом! Ты слышишь, как поют птицы? Да, красиво! Может, останемся здесь, что скажешь? Не переживай! Если мы где-нибудь поблизости не заправимся, мы и так здесь останемся! Али Кемаль хочет тебе кое-что сказать, Шехридзат. Пока ты не переступила порог, пусть извинится перед тобой. Простишь ты его или нет, реша тебе. Я хочу сам услышать, как он будет просить у тебя прощения. Шехридзат, я прошу у вас прощения. На похоронах своего брата я сказал очень плохие слова. Я не хотел этого говорить. Так вышло. Простите меня. Моя скорьба Ахмету была больше вашей, господин Али Кемаль. Но ваши слова... ...задели меня еще больше. Я этого не заслуживала. Ради Ахмета... ...я прощаю вас. Потому что он очень любил вас. Он любил вас даже больше, чем вы думаете. Проходите. Проходите. Стой, я сфотографировала. Не могу поверить, я ведь говорил, видишь? Бензин правда закончился? Конечно, вот смотри. Что мы теперь будем делать? Откуда мне знать? Только этого нам не хватало. Нет связи. Ты шутишь? Действительно. И что будем делать, Керим? Не знаю, Бану. Вот так застряли. Все из-за тебя. Что? Сколько раз я говорю, чтобы ты напомнила мне о бензине? Перестань, сколько раз я тебе напоминала. Что случилось? Чего стоило тебе сказать извини, я забыла предупредить. Керим, ты меня разыгрываешь? Конечно. Перестань. Ты поверила? Да, чуть не заплакала. Ты сам виноват. Сколько заправочных станций мы проехали? Я тебе говорила, давай заправимся, а ты проезжал мимо. Значит, так и должно было случиться. И случилось. Ты как ребенок. Пойдем. Куда мы пойдем? А что будем так и сидеть? Мы остались в лесу. Может, если пойдем пешком, то найдем какое-нибудь село. Пойдем. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не поймаешь, не поймаешь. Стой. Стой. Не поймаешь, не поймаешь. Стой. Не поймаешь. сейчас поймаю подожди вот и поймала Аллах тебя любит господин бурхан исполнилось то о чем ты мечтал это не потому что Аллах любит меня а потому что моя невестка очень благородная и добрая перестань перестань не надо сколько строительных объектов у меня в госпожа же гризант сейчас Алматы Дубай всего 8 объектов скоро мы начнем строительство культурного центра Стамбула очень большой гони разве у тебя нет занятий иди в свою комнату не беспокойся гризант мы просто беседуем ничего страшного какая хорошая женщина мне она тоже очень понравилась она приветливая что вы зашептались сразу засплетничали а занимайтесь своими делами Аллах дай нам терпения она завидует тому что господин бурхан очень сильно уважает госпожу же гризант я вспомнила как госпожа же гризант пришла в этот дом в первый раз на нее было жалко смотреть она была такой промокшей господин бурхан начинайте да сейчас о чем вы хотите рассказать отец в районе где находится наша фабрика я хотел бы построить медицинский центр шахфиза там живут очень бедные люди на них жалко смотреть да я хотел помочь этим обездоленным людям вы правильно делаете я хочу назвать центр в честь ахмета медицинский центр имени ахмета евлия углы прошлое не вернешь у меня болит сердце я очень рада нет лучшего памятника для ахмета лучше бы он сам был жив ну что поделаешь шахризат я хочу чтобы ты взялась за проект этого медицинского центра что скажешь конечно с радостью вы пьешь сначала выпи сама возьми дорогой другой воды нет я проголодался уже мы сможем найти то место о котором ты говоришь сначала нужно найти какой-нибудь кров потом посмотрим кирилл мы идем в правильном направлении до сих пор не видно зимовки сколько часов мы уже идем мы идем в правильном направлении возможно за этой высокой чинарой пойдем мало осталось а если мы не найдем зимовку о которой ты говорил тогда мы станем ужином для волков перестань не пугай меня до свидания приходи еще хорошо хватит давайте заходите в дом до свидания еще есть время я заеду в магазин в это время господин бурха что здесь такого госпожа на дизе я уже несколько дней не проверял магазин какая красивая девушка ее сын называет тебя папой нет он называет меня дядя онур ты хочешь чтобы он называл тебя папой это ему решать но если честно я бы хотел быть его отцом я хочу стать для него отцом тетя а когда у вас будут свои дети ты будешь его любить как своего конечно я так люблю его мать дорогой мой я так рада что ты нашел свое счастье тетя ты правда рада за меня а ты как думал не знаю мама не одобряет то что мы хотим пожениться я хорошо знаю что такое любовь о ком вы говорите обо мне конечно перед и о ком же еще можно говорить вот пожалуйста спасибо дорогая как тебе удается оставаться такой молодой фердеус о чем вы говорите я постарела госпожа битул нет ты совсем не изменилась ну-ка иди сюда может и сделала операцию почему она должна стареть битул в этом доме не так много работы чтобы человек мог постареть о чем ты говоришь мама я для тебя не человек ты думаешь здесь нет работы ну ладно перестаньте пойми меня правильно фердеус я хотела сказать что это дом холостяка к тебе лично это не имеет никакого отношения разумеется приятного аппетита так перед и давайте оставим пустые разговоры я уезжаю во вторник когда мы познакомимся когда вернешься тогда и посмотрим не торопи меня нет дорогая я хочу познакомиться с ней дома его отъезда в бодрун если я не ошибаюсь разве не ты говорила что бы я нашел повод для встретивших резат вот как раз удобный случай таки хорошо в понедельник вечером как тебе наконец-то ты назначила день мама что будешь делать не знаю мы не сможем найти тебе работу где мы найдем сейчас придет господин бурхан придумаем что-нибудь что случилось дочка ты опоздала на самолет я не смогла уехать господин бурхан как это не смогла когда я ждала самолет я думала только вчера я разговаривала со своими домашними им тяжело денег нет работы нет если я туда вернусь что мне там делать моя мать больна мой брат безработный они ждут денег от меня я должна остаться здесь мне нужны деньги тогда что ты будешь делать здесь не знаю буду искать работу какую работу ты будешь искать вернешься к своим старым делам ну ладно хорошо ходи не будем разговаривать на пороге мы подумаем чей ура мэй господин бурхан господин худай искал сиделку для своей больной матери ты умеешь ухаживать за больными людьми господин худай что за звуки не знаю кажется птицы ты испугалась немножко не бойся я ведь рядом мы заблудились кири мы уже идем несколько часов никого нет да я тоже об этом думал может тот человек неправильно нам объяснил может быть ты проголодалась нет я устала и хочу пить это я во всем виноват я всегда так делаю как делаешь мне не нравились заправочные станции здесь грязно здесь очередь и вот получилось то что случилось извини что так получилось ничего страшного ладно знаешь сколько раз уже такое было надеюсь это было в последний ты замерзла немножко после захода солнца кажется похолодало возьми ты же замерзнет нет даже если я замерзну я это заслужил возьми давай одевай керем что случилось кажется это свет да наконец-то мы нашли нашли беги беги подожди не торопись и это не так близко он все еще находится под арестом комиссар сказал что дело сразу же направят суд может прокурор его отпустил как же так как они могли отпустить человека который заставил так страдать мою дочь так сказал комиссар они сразу отправляют дело в суд когда он начал тебя избивать дочка расскажи фиген скажи же сразу после того как мы поженились папа что дочка почему ты раньше не сказала дочка скажи почему ты не сказала что он тебя избивает серкан тебе не нравился самого начала я подумала что ты скажешь вот видишь не послужил из меня я был против их свадьбы но она меня не послушала поэтому она не могла мне все рассказать откуда она могла знать что так будет понедельник мы пойдем к адвокату чтобы развестись как ты будешь жить с таким человеком фиген серкан не похож на человека который изменится по моему тебе не стоит зря мучить себя я думал он исправится а он стал еще хуже но все дочка на этом хватит я не оставлю тебя на улице пойдем домой мы очень вам обязаны госпожа шагризант вы спасли жизнь моей дочери о чем вы говорите дочка идем и твоя мама ждет тебя дома выпейте чаю мы пойдем спасибо вам хорошо мы действительно пришли не могу это поверить я тоже я больше не могу идти постучим в эту дверь постучим я сильно устала надеюсь нас пустят наверное кто нибудь есть есть кто-то здравствуйте здравствуй кто это нуретин гости мама здравствуйте здравствуйте проходите сынок мы ехали из стамбула по дороге закончился бензин хотели бы переночевать конечно сынок проходите софия кто пришел гости у них закончился бензин а проходите добро пожаловать идемте накрой на стол они наверное проголодались потом рапунцель опустила свои косы через окно потом потом рыцарь схватился за волосы девушки и поднялся на башню он уснул ты свободна в понедельник вечером почему ты спрашиваешь ты хочешь меня куда-нибудь пригласить не я моя мама мама хочет пригласить тебя на ужин и тетя хочет познакомиться с тобой до своего отъезда я знаю моя мама не хорошо поступила с тобой я признаю это прояви уважение к старшим не нужно все усложнять я был бы рад если бы ты пошла я пойду и с моей тетей познакомишься что ты сказала я сказала что приду твой кофе остыл попробуй вот это из нашего сада спасибо дядя Ньези мы на ехать спасибо дочка ты на мужа не смотри ешь спасибо дядя я тоже наелась это все что ты съела сынок скажи своей супруге пусть поест посмотри она очень уставшая вы молодожены осторожней у вас есть ребенок будет дядя Ньези будет я просто спрашиваю всему свое время конечно у вас есть ребенок я не знаю что Я постелила вам постель Вы устали, ложитесь За машину не переживай Наш сын со своими друзьями Пошел ее искать Они найдут Спасибо Мы ему нашли работу О чем ты говоришь? Он и сам этому рад Что нам делать? Вы ложитесь, отдыхайте Вы устали Пойдемте, я покажу вам вашу комнату Спасибо Спасибо, спокойной ночи Я заеду за тобой в понедельник вечером Хорошо Будь осторожен Хорошо А когда мы определим день? Какой день? День свадьбы Свадьбы? Я ведь тебе еще не ответила Но и не отказала Спокойной ночи И не плачь во сне, хорошо? Спокойной ночи Нуридзин! 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 Иди посмотри Что случилось? Проходите, проходите Проходите, проходите Спасибо Ночью будет прохладно Если вам будет холодно, укроетесь Спасибо, мы доставили вам хлопот Ничего страшного Спокойной ночи Нам постелили на полу Да Я в первый раз собираюсь спать на полу И я Мама, что случилось, сынок? Зять, зять Это я, зять? Да, это он тебе говорит Да, говори, Шурин Зять, нашли твою машину? Нашли? Да, дядя Селамии говорит, пусть заберут ее Не нужно оставлять ее в лесу на наш гляде Я в первый раз сажусь в такую машину Я тоже Посмотри на это Прямо как в самолете Дядя, у вас прекрасная машина Посмотри на магнитолу Наверное, громко играет Прекрасно, как в самолете Прекрасно, как в самолете Прекрасно, как в самолете Не поняла, почему я должна вернуть квартиру? У меня есть все документы Мы с этим не спорим Но вы и сами знаете, этот дом не принадлежит вам Почему? Вы знаете, что этот парень разозвелся на отца И переписал этот дом на ваше имя Вы прекрасно знаете и то, что вы не имеете никаких прав на этот дом Вы знаете, чей этот дом? Госпожа Жансе Какое ваше дело? Я один из адвокатов господина Бурхана Господин Бурхан обижен Вы тоже поймите Нужно решить это дело как можно быстрее Пойдемте со мной к нотариусу Напишите мне доверенность Остальное уладим сами к нотариусу Да, остальное я улажу И вас не будем беспокоить Машина ждет внизу Уладим все за две минуты Я сегодня занята Тогда завтра Не знаю Госпожа Жансе Это не займет много времени Я же сказала, что у меня дела Хорошо Как только освободитесь, позвоните мне Но в ближайшее время До свидания Кому ты звонишь? Онура Хотела спросить, что нужно приготовить для шехрезат Зачем это спрашивать у Онура? Алло, Онур Слушаю, тетя Скажи, что нравится шехрезат Мясо или рыба? Не знаю Как не знаешь Я не знаю, что ей нравится Не заметил Как не заметил? Вы не ходили вместе ужинать? Ходили Но я не обратил на это внимания Это невозможно Ты что делаешь? Я думала, что ты действительно влюблен Не переживай, тетя Я спрошу Хорошо, я позвоню тебе Все в порядке, Онур? Это тетя Кажется, она управление домашним хозяйством взяла в свои руки Значит, у твоей мамы будет не все в порядке с нервами Я уже запланировала кое-что на сегодняшний вечер Нет необходимости спрашивать Онура Знаю, Периде Я слышала, как ты сказала, Низихе Приготовьте что-нибудь с мясом Низихе знает свою работу Ей не нужно давать специальное меню Периде Твой сын в первый раз хочет привезти домой свою возлюбленную Для тебя это не имеет никакого значения Надо же приготовить что-нибудь с мясом Бетон, перестань Онур твой сын Единственный сын Если ты хочешь, чтобы тебя уважали Ты тоже должна уважать его любимую девушку Что посеешь, что пожнешь Что посеешь Я спрошу у Шихризат, что она хочет А то эта не оставит меня в покое До свидания, тетя Севаль До свидания Онур сияет, не видишь? Ему повезло Керем, а когда на твоем лице появится улыбка? А что с моим лицом? Я доволен своей жизнью, мама Как? У вас с Бану все в порядке? У нас с Бану все хорошо Да? Удивительно Я подумала, что после той ее выходки вы не встречаетесь Не будем судить ее за эту выходку Мы и поговорили об этом На то была причина Ладно, не буду спрашивать подробностей Мне все равно Тетя спрашивает, мясо или рыба Чего ты хочешь? Нет, пусть будет то, что хочешь ты Ладно, тетя И рыба, и мясо Онур, нет До свидания До встречи Не нужно так беспокоиться, Онур Пускай Я не каждый день знакомлю свою возлюбленную с тетей Ты сведешь с ума человека Никогда не встречала таких, как ты Что значит вернешь тут? Ты в своем уме? А что мне делать, Севгей? Приходил адвокат, ты не понимаешь? И что, если адвокат приходил? Они послали его, чтобы напугать тебя Они прекрасно понимают, что законным путем ничего не добьются Это ведь правда? Это так Севгей Однако адвокат прав Этот дом не принадлежит мне Ты, наверное, убьешь меня Не зли меня Господин Али Кемаль знает, каково это жить здесь Говорит, что ты живешь как принцесса И что? Он ушел, а ты осталась одна Все равно, я не имею никакого права на этот дом Что ты говоришь? У него столько домов По-твоему, он обеднеет, если отдаст тебе один дом? Или этот дом не стоит твоих слез? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуй Убирайся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...